«Все в твоей голове. Экстремальные испытания возможностей человеческого тела и разума». В этом подкасте тебя ждет шесть выводов, но сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Честно, мне бы не хотелось гендерно как-то разделять женскую аудиторию от мужской, говорить, ну вот, эта книга только для мужиков, однако, наверное, придется, потому что я мало могу представить красивых, сногсшибательных девушек, которые хотят научиться управлять холодом, будут, не знаю, как-то экспериментировать над собственными возможностями тела, нырять в проруби, пробегать какие-то марафоны, брать какие-то тяжелые веса. Мое дело сказать честно, и, дорогие дамы, хотя я же общаюсь на «ты», в общем, дорогуша, я ценю твое время, и было бы, наверное, эгоистично с моей стороны говорить, что это тоже подкаст тебе подойдет. Как ты понимаешь, в моем подкасте уже 271 книга, если не брать в расчет этого, которая тебе пригодится, поэтому ты можешь послушать любую из них. Для всех мужиков, которые хотят научиться управлять своим телом, причем опираясь на доказательную базу, а не просто так «я сильный, я уверенный в себе, я все могу», вот без этого какого-то бреда, которая непонятно, на чем основывается, эта книга поможет. Причем, давай тоже маленькая ремарка. Писатель-журналист сделал очень интересный такой писательский трюк. Он начал рассматривать такую персону, как Вьюм Хофф. Кто слушает мои подкасты давно, наверное, помнит то, что я не то, что как-то поклоняюсь перед этим персонажем, но я очень вдохновлен его результатами. Вьюм Хофф – это такой ледяной человек, который до сих пор жив, и он делает феноменальные вещи. Он может с помощью дыхания и правильного самонастроя, например, включать иммунную систему и убирать в себе вирусы. Причем это абсолютно контролируемое исследование с учеными, когда ему прям вкалывали какой-то вирус, подключали датчики и смотрели, что произведет в своем теле. Он поднялся в одних шортах на Эверест, как ты понимаешь, а, ну в ботинках и в шапке. Он там 50 метров проплывал без воздуха в проруби, он пробегал какие-то марафоны в пустыне. Ну, в общем, человек, который может не просто на словах, а на деле с разными людьми, которые следили за этим экспериментом, доказать, что мы тоже можем. Да, и в этом заключается сама книга. То есть журналист был скептиком, считал, что Вим Хофф – это шарлатан, но решил пойти по его стопам. Вим Хофф его обучал, рассказывал, как использовать свое тело, какие дыхательные практики нужно в тот или иной момент включать в свой распоряд огня, чтобы становиться таким, как он. Ну, то есть с такими же возможностями. И это меня подкупило, потому что изначально он писал, типа, да вот шарлатан он, наверное, какой-то, а дальше произошла магия. И второе – это не совсем биография Вима Хоффа. Это скорее такой элемент, на который автор книги опирался. То есть он брал механику Вима Хоффа, ну, то есть что нужно делать, и использовал его в каких-то других повседневных и не повседневных этапах жизни. Например, там он бежал какой-то марафон или какие-то гонки, тоже делал с препятствиями. В общем, об этом ты обо всем узнаешь в выводах. Ну, давай, наверное, начнем с первого вывода. Вывод первый. Тысяча туристов ежегодно пытаются подняться к вершине этой горы. Однако обычно они делают это поэтапно, с передышками, захватив с собой самое современное альпинистское снаряжение. Мы же достигаем вершины в близком к рекордному темпе, не давая себе акклиматизироваться к высоте, почти без еды и сна, и, что самое поразительное, без какой-либо теплой одежды. На мне были лишь ботинки, купальный костюм, шерстяная шавка и рюкзак, в котором хранились кое-какие средства для неотложной помощи и вода. Грудь у меня была открыта холодным ветром. Одним из проводников, разглядывавшись меня, одетый в полный термокомплект, в конце концов не сдержался. «Наденьте хоть что-нибудь», – проговорил он, не в силах равнодушно смотреть на оголенное тело. «Разумная просьба. Даже когда солнце сходит, температура здесь гораздо ниже нуля, а при подъеме будет еще холоднее. Только проводник не знал, что холод забудет меня меньше всего. Собственно, в этом-то, пожалуй, все и дело. Моя кожа словно броня, неподвластная воздействию температур. Отчасти из-за того, что я прилагал столько усилий, взбираюсь в гору, в организме образовалось так много тепла, что он не знал, что с ним делать. Однако произошло это на другом уровне. В том, что я до сих пор пытаюсь осмыслить. Из-за того, что я попросту не позволял низким температурам влиять на мое тело. Когда бы то ни было, я потел, а не дрожал. Точнее, не когда бы то ни было, а как бы то ни было, я потел, а не дрожал. И это доказывает то, что... А, нет, маленькая тоже ремарка и предусловие. Этот журналист был абсолютно простым человеком. У него был лишний вес, даже много лишнего веса. Он, по-моему, даже не мог отжаться 10 раз. И спорт, и он, эти вещи были вообще несовместимы. И вот он поднимается на гру с оголеной грудью. Можешь ли ты это сделать? Я думаю, да. Хотя у меня, когда я читал эту книгу, были такие вот внутренние страхи. А вдруг у меня не получится? У меня дело вот в чем. Я весьма высокого роста. У меня метр девяносто восемь, по-моему. И есть определенная проблемка у людей, которые высоки у них, и у меня в частности. Мерзнут конечности руки и ноги. Потому что кровь, видимо, то ли не успевает сракулировать, то ли что-то еще. Но, в общем, это проблема высоких людей. И меня это смущало. Ну, потому что непонятно, как я буду реагировать, например, на перепады температуры. Точнее, как будут реагировать мои ноги, конкретно ступни и кисти рук. Но, может быть, это какие-то мои внутренние страхи. И, скорее всего, с этим можно работать. Я вроде пытаюсь и закаливаюсь ледяным душем. Но прям суперрезультатов я не заметил. Буду смотреть дальше. Вывод номер два. Что же за сила была у них и какую мы утратили? И самое главное, можно ли ее вернуть? Идея, которая лежит в основе этой экспедиции, состояла в том, что когда люди ищут комфорта и выносливости вовне, и их тела невольно слабеют, однако вернув в повседневную жизнь кое-какие элементы окружающей среды, можно отчасти вновь обрести ту мощь, которую мы достигли в процессе эволюции. Каждый в этой веренице раскачивающихся налобных фонарей рискует своей жизнью ради подтверждения этой теории. В то же время еще мы знаем, что помимо продолжительного закаливания есть еще и просто настрой и душевная стойкость, которые, по-видимому, высвобождают нас биологические способности для поддержания тепла в организме. Речь здесь идет про то, что мы изначально природой сделаны очень сильными людьми. Об этом говорит история. Если опираться на науку и вспомнить, какие были наши предки, что они в целом-то спали без кровати, перин, одеял, подушек, они спали там, находили какую-нибудь скалу или пещеру, и, собственно, там зимовали, обогревались только костром, когда придется, и ели животных. В общем, далеко не комфортная жизнь, далеко не пять звезд в Турции. И эти люди как-то выживали. Причем, скорее всего, морозы были такие же. Ну, конечно, в разных широтах они были разные, но люди жили и в Сибири, люди жили и в разных местах. Что же произошло с нами, когда, выходя на улицу, мы так утепляемся, словно мы луковица какая-то. И здесь решение кроется в том, что мы сами стали заложниками комфортной жизни. Если ты хочешь вернуть былую силу, то тебе нужно идти в обратную сторону. То есть не утепляться так. Стараться добавлять в свою жизнь больше стресса, чтобы у тебя организм был больше к этому готов. Вот представь себе, ну, давай, не знаю, закрой глаза, если это уместно, надеюсь, ты не за рулем, и представь себе эффект маятника. Вот эта штуковина, которая вертится то влево, то вправо, она же вертится, ну, представь, что она вертится с разной скоростью, точнее, нет, с одинаковой скоростью, но на одинаковую высоту. Что я сказал только что? Ну, в общем, представь, что этот маятник можно раскачать так сильно, что он будет прям чуть ли не выпрыгивать. И вот раскачать его можешь ты, это в твоих собственных силах. А пока ты живешь в комфортных условиях, твой маятник качается еле-еле. Вот, надеюсь, теперь стало понятно, потому что в самом начале я сказал какую-то хрень, а сейчас добавил больше подробностей. Так вот, как ты это можешь сделать? Самый очевидный способ – это заниматься закаливанием. Самое простое – это вот контрастный душ. Потом уже можно мыться, как я это делаю, просто ледяным душем. Кстати, не во всех странах это можно делать. Я вот, когда полтора месяца назад вернулся с Африки, и там, ну, холодной воды, не то, что ее нету, она там еле тепленькая, и то, ну, это вообще ни про какое закаливание не идет. Кто-то идет еще дальше, берут ведра с водой, выходят на улицу и обливаются. Вот я пока до этого не дорос, да и не очень хочу, честно говоря. А следующий этап – это просто ходить в более такой, не то, что не предназначенной для такой температуры одежды, но все-таки вот у нас сейчас, например, минус 10 градусов ходить, как будто бы там ноль, например, и смотреть, что из этого получится. Но опять же, не надо переусердствовать. Есть, кстати, в книге такая ремарка, что некоторые люди, которые фанатично были, придерживались техники Вима Хоффа, они заканчивали жизнь трагически, то есть умирали, без присмотра делали, они там залазили в прорубь и дышали. А, кстати, в проруби дышать по технике Вима Хоффа не нужно, потому что можно потерять сознание. И, в общем, ну, это как бы репутация немножко подпортила. Вот номер третий. Человеческому телу, чтобы привыкнуть к поразительному множеству обстоятельств, требуется всего несколько недель. Оказываясь на большой высоте, организм автоматически начинает вырабатывать больше красных кровяных телец, чтобы компенсировать меньшее насыщение кислорода. Окажись, вы в удащающей жарком климате, со временем ваш организм начнет выделять с пота меньше соли и меньше объем мочи. Кроме того, жара стимулирует более рациональную работу сердечно-сосудистой системы, усиливает испарение и охлаждение. И все же никакие другие экстремальные природные условия не вызываются многочисленными изменениями в физиологии человека, как холод. Обрати внимание, что здесь пишется про одну-две недели. И тот, кто знаком, например, с походами в горы, ну, кто любит там, не знаю, забираться на... Что, какая у нас здесь гора-то есть? Самая высокая в России. В общем, я забыл. Если вспомню, то скажу. В общем, люди, которые ходят в походы. И если они уже опытные такие... Чуваки, да, назовем их чуваками, то они знают, что нельзя подняться с первого раза на гору, потому что нужно давать телу акклиматизироваться. И это нужно не просто для галочки, а потому что у тебя в организме будет недостаток кислорода, и это приведет к кислородной болезни. То есть ты будешь идти, у тебя будет болеть голова, это может привести к потере сознания, даже к каким-то галлюцинациям, но, в общем, может плохо закончиться. Это даже речь не про здоровенные горы, типа... А, вспомнил, Эльбрус у нас называется, это Эльбрус. Это речь не про Эверез. Даже можно на Эльбрус, если ты без акклиматизации поднимешься, то результат может быть плачевным. И если нам достаточно одной, для некоторых людей, двух недель для того, чтобы акклиматизироваться к высоте и к жаре, как это пишется, то это... Представь, что это такая скрытая сила, которая в тебе есть, а ты просто не пользуешься. И не нужно годами заниматься какой-то практикой. Одна-две недели. Лично меня этот вывод очень даже устраивает. Мне это нравится, мне не очень нравятся такие идеи, что тебе нужно там 10 лет чем-то заниматься, чтобы что-то получить. У нас есть внутренний ресурс, которым нужно просто научиться пользоваться. Вот номер 4. Четвертому дню стать босым на снегу было едва ли слишком сложно. Это маленькая предыстория. В общем, автор книги отправился в лагерь в Польше, в котором сам Вимхов, еще тогда, когда он не был особо популярным, проводил обучение. И одна из техник была в том, что ученики раздевались до трусов и выходили на улицу. Первый раз они стояли вроде по 5 минут на снегу, а потом повышали время. Так вот, читаю дальше. Час прошел быстрее 5 минут, то есть он час стоял босым на снегу, который мы вытерпели всего несколько дней назад. Вечером мы сидели на покрытым снегом скалам у реки, пока не оттаяли. Все это время Хофф улыбался нам, как чеширский кот. Все наши знания о реакции человеческого тела на холод в основном поощркнуты из исследования со зверской тщательностью проведенных в концлагере Дахау. Фашисты отслеживали внутренние температуры еврейских пленников, пока те погибали в ледяной воде. Какими бы страшными не были эти моральные исследования, они помогли медикам понять, как быстро организм теряет тепло в таких условиях. Сидя в воде температурой 0 градусов, человек начинает чувствовать вялость всего через минуту-другую. Через 15 минут большинство теряет сознание. В зависимости от исходных физиологических особенностей людей, умирают через 15-45 минут. Когда внутренняя температура опускается ниже 28 градусов, смерть практически неизбежна. По сравнению с имеющимися данными, Хофф, похоже, творит чудеса. И вот тут история, как Вим Хофф решил продемонстрировать ученым. Читаю. Типовые больничные устройства, отслеживающие дыхание, уже через 2 минуты пребывания Хоффа во льду показали, что он умер. Аппарат запутался, потому что Хофф ни разу не вдохнул. А пульс в состоянии похоя составлял не более 35 ударов в минуту. Хофф, однако, не умер. И Камблеру, это кто проводил это исследование, чтобы продолжить эксперимент, пришлось отсоединить датчики. Хофф сидел во льду 72 минуты. Результаты были поразительные. Внутренняя температура у Хоффа сначала снизилась на несколько градусов, а затем вновь повысилась. Это стало первым научным подтверждением метода Хоффа. И, кстати, если можно это свести к тому, что, ну вот, возможно, это какой-то уникальный человек с уникальными способностями, то нет. Его ученики делали ровно то же самое. То есть они практиковали его систему и точно так же проводили такие исследования с холодом над собой. Вот номер 5. Если вам приходится... А, кстати, следующий, пятый, шестой вывод больше про физическую нагрузку и про выносливость. Если вам приходится останавливаться, чтобы перевести дыхание, значит, вы, скорее всего, неправильно начали гонку, говорит он. Если бы с самого начала дышали так, словно вы уже работаете с максимальной нагрузкой, потом вам бы не пришлось прикладывать столько усилий. Он велел мне рассматривать это так. У организма есть встроенная программа, которая непроизвольно оценивает и регулирует, реагирует на условия, в которых он функционирует. Но у этой программы нет никакой возможности определить, какой запас кислорода потребуется организму в дальнейшем. Она реагирует на текущую нагрузку, когда организм внезапно испытывает всплеск серьезной физической нагрузки. Ему приходится наверстывать. Если во время тренировки, вот внимание, вы не просчитываете темп дыхания, кислорода запросто может и не хватить. Решение заключается в том, чтобы начать интенсивно дышать задолго до того, как необходимость в этом действительно возникает. Очевидно, что наибольшее применение эта техника находит в беге. В общем, этот вывод относится, наверное, к бегунам, кто любит марафоны, аронмены всевозможные, то вот есть определенная хитрость. С одышкой сталкиваются не только профессиональные спортсмены, вообще с этим сталкиваются все, кто пробует бежать. И эта одышка, она такая прям падла. Она возникает, потом не дает тебе нормально бежать, потом появляется бок, начинает колоть. Ну, в общем, это такой грустный и неприятный эффект. Чтобы этого избежать, один из учеников рекомендует делать следующее. Это начать дышать интенсивно до появления одышки. Что я могу посоветовать? Просто попробовать. Если ты бегаешь или даже занимаешься лыжами, это тоже к лыжникам относится, то просто попробуй интенсивно подышать до этапа отдышки. Вот номер шесть. Это про силу. Напряженно выпитив губы и прищурив глаза, он глубоко втянул воздух носа. Выждав ровно столько, сколько нужно, чтобы легкие заполнились, он выдохнул с рыком, навевающий мысли о воинах Маоре в ритуальном танце хака. Он дыхал каждую секунду, и казалось, что он трудится в поте лица. Он покраснел от усилий, но по его невозмутимому взгляду было ясно, что мысли его сосредоточены только на работе легких. Сделав пятьдесят вдохов, он глубоко выдохнул и был готов бежать. Вот зафиксируй. Выдохнул и был готов бежать. Во время этого процесса из легких полностью вводится углекислый газ, и организм эффективнее справляется с короткой дистанцией. Точно так же, как дыхание по методу Хоффа вопреки ожиданиям позволяет сделать больше отжиманий, или если нужно продолжать выдерживать физическую нагрузку дольше. Каждое утро Гамильтон прежде всего в течение двадцати минут практикует такое дыхание. Он утверждает, что это помогает ему приготовиться к ежедневным делам и очищает сознание для предстоящих ему задач. Я эту практику делаю не двадцать минут, как пишет, как говорит этот Гамильтон, я делаю наверное минут десять, и этого вполне хватает. Проснуться это правда помогает, потому что организм после сна он мало того, что обезвожен, но воды не хватает, и даже если ты выпиваешь стакан воды, нужно еще и кислородом его наполнить, организм-то наш. И эта техника она очень простая, чтобы мне не повторяться, лучше наверное обратиться к первоисточнику. Можно прям в ютубчик и вбить Вим Хофф техника дыхания, и ты там найдешь наверняка и с субтитрами на оригинале, и прям уже не знаю, с переводом. Я лично смотрел и все понял. Это несложно, и это может стать такой очень эффективной и простой привычкой. Делаю это каждое утро, я это даже еще перед душем делаю. То есть мне это помогает выдержать более холодную температуру. Кто живет в сибирской полосе, знает, что у нас вот если холодная вода, так она прям блин, леденющая. На этим выводы закончились, но я хочу к тебе обратиться за взаимовыгодной помощью. То есть ты мне поможешь, а я тебе помогу. В общем, недавно я, мало кто знает, я выпустил аудиокнигу. То есть у меня была печатная версия книги, может быть, ты ее читал, может быть, нет. И печатная книга многим понравилась. Там уже больше 700 отзывов, супер много оценок. Ну, в общем, я лично в восторге. С аудио не все так очевидно, потому что я нигде ее не анонсировал. Вот в книгах на миллион не говорил про это. Хотя аудиокнига это абсолютно другое произведение в плане передачи информации. В аудиокниге поучаствовали шесть человек, включая меня. То есть там пять других профессиональных дикторов. И я тебе рекомендую купить мою аудиокнигу. К сожалению, я не смогу ее как-то там снизить по цене, потому что 70% забирает себе компания Литрес. Ну, можешь сам посчитать математику. Зачем это важно мне? Если ты, например, покупаешь книгу и пишешь какой-нибудь отзыв, то книга в рейтинге повышается выше. И за это я готов поделиться с тобой тем плейлистом, который помогает мне каждый день работать эффективно. Это, кстати, очень-очень нераскрытый такой пунктик для работы эффективно. Многие почему-то думают, что это не так важно. Хотя, блин, в процессе, если ты слушаешь правильную музыку, то ты лучше фокусируешься над задачей, ты становишься более продуктивным, ты не отвлекаешься на какие-то внешние факторы. Ну, в общем, ты в моменте, в потоке, как это принято говорить. И этот плейлист, он абсолютно бесплатный, я с ним поделюсь вообще без проблем, тебе нужен только SoundCloud. Ну, вот я на SoundCloud такую музыку слушаю. Вот. Чтобы это сделать, нужно сделать следующее. Во-первых, я там прям в тексте разместил две ссылки, одна ведет тебя на покупку книги. Я тебе ее просто рекомендую купить, это будет лучший подарок на Новый год. Вообще, я считаю, что лучший подарок эта книга всегда. Неважно, Новый год, день рождения или что-то еще, а не какие-то безделушки, которые через некоторое время выходят из моды либо ломаются. Книга, это всегда топ. А потом, там есть ссылочка на бота. И вот в этом боте ты можешь отправить свой отзыв. Там есть прям короткая инструкция. Отправляешь скриншот, что ты написал отзыв, и бот тебе автоматически отправляет ссылку на плейлист. Там очень много музыки, которую я лично отбирал, и это ну, позволит тебе работать эффективнее. В следующем Новом году мне скажешь прям за это искреннее спасибо. Если тебе понравился выпуск, напиши в комментариях, если кто-то из девушек это слушал. Ну, что ж, напиши мне тоже. Мне интересно, зачем такое слушать девушки. Хотя в разных условиях в плане выживания попадают разные люди, вне зависимости от гендера. Вот. Надеюсь, подкаст оказался полезным. Обнял, поцеловал, заплакал. услышал. Продолжение следует...